МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Добрый путь, ласточка. В Новочебоксарске открылся новый детский сад. Ёлка для Новороссии. Чувашия присоединилась к всероссийской акции. Мой дом, моя крепость. В Чебоксарах проверили состояние многоквартирных домов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь об этих и других событиях подробнее. У маленьких граждан Чувашии снова новоселье. Ласточка свела гнездо в Новочебоксарске и улетать на юг даже не собирается. Речь, конечно, не о реальной птице, а об открытии нового детского сада «Ласточка». 180 мест в новом детском саду получили маленькие новочебоксарцы. По улице воинов-интернационалистов появилось красивое трехэтажное здание. Его построили в рамках программы развития образования. Общая стоимость объекта – 99 миллионов рублей. Мы очень рады, что в нашем городе построили новый дом для наших детей, потому что детский сад – это действительно второй дом. Здесь у нас очень новый микрорайон, очень много молодых семей, где есть маленькие дети. В Новочебоксарске практически нет проблем с очередью. У нас родился в семье второй ребенок, и мы довольны, что отправим уже в два годика в детский сад. «Ласточка» – современный центр развития детей. Здесь малышами будут заниматься не только воспитатели, но и педагоги соседней школы. Музыкальные, спортивные залы, кабинет логопеда и, конечно, сами группы оборудованы красивой и удобной мебелью, укомплектованы необходимыми методическими материалами, игрушками. «Это очень хорошая возможность пораньше отправить ребенка в садик и пойти спокойно на работу. Очень близко к дому, такой красивый детский сад нам построили. Очень довольна». К тому же с началом работы детского сада «Ласточка» создано 60 рабочих мест. 28 из них для педагогических работников. В Новочебоксарске 42 дошкольных образовательных учреждения. 95% детей старше полутора лет посещают сады. Это один из лучших показателей в республике. Правительство Чувашии разработало законопроект, согласно которому приостанавливается выдача субсидий государственным служащим на приобретение жилья. Напомним, эта мера позволит сократить стаж, необходимый для получения звания ветеран труда, на 2,5 года. Таким образом, льготы дополнительно получат еще 10 тысяч жителей Чувашии. Этот и другие вопросы обсудили на заседании Кабинета министров. Бюджет 2015 принят. Теперь на повестке дня вопрос его эффективной реализации. Добиться, чтобы каждый рубль шел в дело, можно разными способами. Но в первую очередь это контроль и прозрачность в расходах. Хорошо также сократить количество денежных потоков. Многие министерства уже пошли по этому пути, передав финансовые дела подведомственных учреждений и организаций, централизованным бухгалтериям. Минфин Чувашия считает целесообразным распространить эту практику и на муниципалитеты. У нас выбран пилотный район, это Порецкий район, где мы действительно внедряем эту централизованную бухгалтерию. Это очень даже прозрачность, публичность введения этого учета. Мы даже у себя видим те проводки, которые проводит бухгалтериям в муниципальном районе. И тут же мы можем корректировать, делать замечания. Между тем, только 30% организаций и учреждений передали свои дела в централизованную бухгалтерию. Глава Чувашия поставил задачу министерствам и ведомствам завершить эту работу к апрелю 2015 года. О работе за последние два года отчитался министр физической культуры и спорта Сергей Мельников. В стратегии социально-экономического развития республики до 2020 года физическая культура и спорт наряду с развитием здравоохранения, образования, повышением экологической безопасности рассматривается как фактор развития человеческого потенциала. Является одним из самых эффективных средств повышения качества жизни человека. Поэтому вопрос о привлечении населения к регулярным занятиям физкультуры и спорта, создание условий, позволяющих граждан поддерживать оптимальный объем двигательной активности на протяжении жизни, популяризация массового и профессионального спорта, развитие спортивной инфраструктуры имеет одно из первостепенных значений в деятельности Минспорта Чувашия. Итог целенаправленной работы. Количество граждан, занимающихся различными видами спорта, увеличилось на 6 тысяч человек. Особенно хорошие показатели среди молодежи. 47% школьников и 68% студентов посещают секции и кружки клубы. На заседании также обсудили вопросы, связанные с правоотношениями в сфере капитального ремонта, сохранением культурного и исторического наследия, развитием информационного общества и другим. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. На заседании Кабинета министров также обсудили итоги работы по оказанию помощи вынужденным переселенцам из юго-восточных областей Украины. Министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова отметила, что практически все проблемы решены. Большинство беженцев живут в семьях, либо сами снимают жилье. В пунктах временного размещения остается чуть более 100 человек. Все без исключения переселенцы получают медицинскую помощь, дети ходят в школы. Кроме того, Чувашия присоединилась к всероссийской акции «Елка для Новороссии». Вещи, продукты, подарки отправились сегодня в Москву. А затем очередной гуманитарный конвой доставит их на юго-восток Украины. В преддверии новогодних праздников в Новороссию в составе гуманитарного конвоя отправляются многочисленные новогодние подарки, елочные украшения и подарки, которые своим сверстникам из Донецка и Луганска передали дети из разных регионов России. Все это проходит в рамках предновогодней акции «Елка в Новороссию», которая проходит под эгидой уполномоченного по правам ребенка. И Чувашия не стала исключением. Я считаю, в такое трудное для них время, для детей, подарки из регионов России будут очень кстати. Чувашская республика тоже активно участвует. Сейчас мы видим с вами, это идет у нас процесс погрузки. Еще не весь груз мы погрузили, сейчас еще машина должна подъехать, груз подвезти. Подарки собирали образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и социального развития, предприятия наши. В качестве подарков кондитерские изделия, а также новогодние игрушки и канцелярские товары. Новогодние подарки из Чувашии и других российских регионов первым делом отправляются в Москву. А уже оттуда они будут направлены на юго-восток Украины. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. Чуть больше года работает в Красноармейском районе завод строительной керамики. Посмотреть, какие мощности набирает кирпичное производство, приехал глава республики Михаил Игнатьев. Главный результат работы подобных объектов у республика стало меньше закупать привозной кирпич. С учетом объемов строительства в казно поступают солидные налоговые отчисления. В непростые для экономики времена каждый рубль приобретает особый вес, считает глава Чувашии. Современные производственные технологии позволяют выпускать десятки миллионов кирпичей практически в автоматизированном режиме. Качественное сырье, новейшее оборудование дает возможность работать без рекламаций. На Кетру приезжают заказчики из других регионов страны. На предприятии уже сформирован портфель заказов на будущий год. После аварии в доме номер 9 по улице Петрова глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков потребовал проверить все многоквартирные дома столицы на предметах безопасности. В первую очередь комиссии, в составе которых представители управления жилфондом, бюро технической инвентаризации и управляющих компаний, проверило состояние малосемей, а также бывших общежитий и домов, вошедших в программу переселения из аварийного жилья. Выявлено несколько домов в неудовлетворительном техническом состоянии, как, например, дом номер 13 на улице Энгельса. В ходе комиссии выявили, что часть стены уже выпирает на пятом этаже. Обследовали, проверили. Самовольно устроены, душевые здесь имеются. Контроль отсутствует со стороны собственников, намокает. Такое отношение, как будто это не их собственность. На сегодняшний день вода отключена здесь. По программе, республиканской программе по капремонту этот дом попал по электропроводке только. Вот по гидроизоляции, по другим вопросам необходимо провести собрание и принимать решения. Все зависит от людей. Есть люди, которые беспокоятся, им такая ситуация не нравится. Они, конечно, обращаются в управляющую организацию о необходимости скорейшего решения вот этих вопросов. Но пугает то, что основная масса вообще безразлично относится к этому вопросу. Более 200 многоквартирных домов уже проверено. 66 из них требуют инструментального обследования. А в 60 домах, как в доме номер 13, намокли стены. Причина тому – неправильная эксплуатация и отсутствие гидроизоляции. Там нет несанкционированные душевые сделаны. Страшного здесь не видим. Аварийной ситуации нет. Мы думаем, просто нужно переложить облицовочный слой кладки. Нужно перепроектировать перепланировку помещений, согласовать с администрацией, с жилфондом. Итоги комиссионных обследований, а также комплекс мероприятий для дальнейшей безопасной эксплуатации многоэтажек должен был быть предоставлен руководству города уже сегодня, 10 декабря. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Повышение уровня подготовки молодых водителей позволит сократить в разы количество аварий. Как сейчас работают республиканские автошколы и насколько активно там внедряют современные стандарты, обсуждали на комиссии по безопасности дорожного движения. С начала этого года по вине молодых водителей произошло 275 ДТП. В результате 29 человек погибло и более 350 получили травмы. Члены комиссии по безопасности дорожного движения отмечают, что ответственность за эти аварии должны нести и автошколы. Статистика показывает, теоретические экзамены с первого раза сдают 9 из 10 выпускников, а практические проваливают больше половины курсантов. То есть автошколы просто натаскивают их на заучивание тестов. В регионе составили черный список автошкол. В одном из таких учебных заведений на пересдачу отправляют 76% будущих водителей. Автошколы, как и прежде, в целях вскрытия низкого количества подготовки выпускников, продолжают под видом не сдачи внутренних экзаменов выдавать свидетельства об окончании учебной организации лишь после того, как учебная группа сдала коллекционные экзамены ГИБДД. Тем самым, слабо подготовленные их выпускники обращаются в госавтоинспекцию самостоятельно, и результаты сдачи импуляционных экзаменов не отражаются статистически по учебным заведениям. Автошколы сейчас обязаны согласовывать с ГИБДД рабочие программы. Положительное заключение выдали лишь 24 учебным заведениям. Но они продолжают готовить водителей. В госавтоинспекции решили не допускать их выпускников до квалификационных экзаменов. Участники Камниси отмечают, что многим школам сейчас не хватает оснащенных по всем правилам закрытых площадок. Их необходимо строить. Свои методы повышения уровня подготовки молодых водителей предлагают и общественные организации. Для снижения аварийности среди молодых водителей может оказаться дополнительные теоретические и практические занятия, семинары или курсы по контраварийному подготовке, по контраварийному управлению транспортным средством. То есть это может быть, допустим, либо раз в квартал, либо раз в полгода проводить такие занятия. Думаю, что специалисты будут обучать на практике, в теории людей, как правильно не совершать ДТП, либо, в крайнем случае, уходить от последствий. Спасибо. Каждый год в Москве чествуют отважных людей – спасателей, пожарных, медиков. На торжественной церемонии награждения победителей фестиваля «Созвездие мужества» побывал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Выйти на эту сцену более чем почетно. В течение года в каждом регионе страны чествуют тех, кто совершил настоящий подвиг. Лучших из лучших затем награждают Москве. Кризисные психологи, водолазы, горные спасатели, пилоты. По традиции финалисты собираются здесь, в Академии МЧС. Ольга Климова приехала сюда вместе со своим четвероногим коллегой. В этот день она получила статуэтку лучшего кинолога страны. Ольга и Нюша работали даже в зоне боевых действий в Беслане и Чечне. В этом году у нас случилось радостное событие, потому что вот прошлой зимой у меня моя собачка сама по себе нашла человечка в снегу. И позволила отцу вернуться домой к своим деткам. Ну, замерзал человек в сугробе, просто не дойдя до дома. Справляются наши собачки всегда, и не только моя собачка, а собачки всего нашего подразделения. Они работают с точностью очень хорошего инструмента. В Чувашии имена героев огласили еще в конце октября. Заслуженные награды тогда получили не только спасатели, но и добровольцы. Без них, отмечает министр чрезвычайных ситуаций, сейчас невозможно обойтись. В этом году органы управления и подразделения РСЧС спасли больше 245 тысяч жизней. Рука в руку работали наши профессиональные подразделения МЧС России, подразделения Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и других федеральных структур, а также органы управления и силы субъектов Российской Федерации. Высокой оценки в этом году заслужили и экстренные службы региона. Недавно республика прошла испытания ледяными дождями. Помощь людям удалось оказать свое время, а последствия аномальной погоды ликвидировали за неделю. И в дальнейшем наша задача безопасность всегда обеспечивать, какие есть внутренние силы резервы, всегда максимально их использовать. И чтобы в нашей жизни, в наше мирное время, в нашей обществе вот этих бед было все меньше и меньше. Для этого мы принимаем соответствующие решения, совершенствуются законодательные базы. Организаторы отмечают, что конкурс «Озвездие мужества» уже превратился в масштабный общественный проект. Здесь чествуют и журналистов, которые освещают работу МЧС. В следующем году фестиваль приобретет статус международного. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Из Москвы. Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца празднует свое 90-летие. Все эти годы коллектив шел в ногу со временем. В его программах удивительным образом сочетаются народные традиции, классика и современность. У концертной программы этого года говорящие названия. Плывя по реке времени, можно неспешно проследить историю развития своего народа, своей культуры. Увидеть, как многообразно национальное наследие. Это программа, которая сейчас будет показана 16-го в зале филармонии Гранд Главы Чувашской Республики. Это практически готовое отделение одного концерта, часовая программа, мы ее так считаем, для показа в Республике Башкортостан. Мы непременно хотим поехать на родину Константину Васильевичу Иванову в связи с тем, что следующий год в нашей республике объявлен годом Константину Васильевичу Иванову. Кроме того, 12 декабря в Большом зале Чувашской государственной филармонии состоится юбилейный концерт ансамбля. А уже 16 декабря состоится премьерный показ вокально-хореографической композиции «Река времени». Специально для нее сшито почти 100 новых костюмов. Синичный костюм тоже подвержен моде, и поэтому влияние мировой моды сказывается и на синичном костюме, в том числе и Чувашском. Я всегда говорю, мы не можем ходить все время в тех костюмах, которые были в 17-18 веке. Костюм Чувашки, он должен быть современным, красивым, модным, чтобы Чуваши хотели его одевать и в быту, и сейчас, не стесняясь выходить на улицу. Грантовая поддержка очень нужна творческим коллективам. Так, ансамбль сумел в этом году купить новый баян и комплект звукового оборудования для выездных мероприятий. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика. В главной роли Иосиф Дмитриев. Электронный фотоальбом с таким названием подготовили в Государственном архиве электронной и кинодокументации. Как следует из названия, посвящен он жизни и творчеству известного чувашского режиссера, актера и драматурга. Подробнее о его творчестве в следующем сюжете. Театральный режиссер, актер, этнотеатровед, педагог, поэт, драматург, переводчик Иосиф Александрович Дмитриев Трер внес значительный вклад в развитие драматургии и кинематографии как в Чувашии, так и за пределами региона и страны. Трудился актером в Чувашском государственном академическом драматическом театре, режиссером-постановщиком в Чувашском тюзе, главным режиссером в Русском драматическом театре имени Максима Горького в Астане и в других городах. А вот личного фотоархива Иосиф Александрович не собрал. И потому я благодарю архив, государственный архив Чувашской республики, фото и кинодокументалистики за то, что они собрали эти материалы по Казахстану, Астана и Кокшитов, где я работал. Я не знаю, по Москве собирали или нет. Я также работал в Мичуринске, в Тамбовской области. Тоже интересные были вещи. А сейчас вспоминать, в общем-то, даже не на что смотреть. Электронное издание состоит из четырех разделов. Здесь собрано около 300 фотодокументов из различных архивов, иллюстрирующих жизнь и творчество Иосифа Александровича с начала обучения в Ленинградском государственном институте театра музыки и кинематографии, его актерскую, режиссерскую, научную деятельность. Увидеть фотоальбом можно на сайте Госархива электронной и кинодокументации Чувашии. Анастасия Лангина, Андрей Шокульф, Республика. Белоснежная улыбка в 32 зуба. Визитная карточка новой семейной стоматологии, которая открылась в здании грязелечебницы города Чебоксары. Смайлленд – это не только европейское качество по доступным ценам, но и настоящая страна чудес, посетить которую удалось и моим коллегам. Что они увидели и узнали, смотрите далее. А наш выпуск завершен. Всего доброго. Подобно Алисе, мы приоткрываем дверь в сказочную страну. Всюду нас сопровождает чеширский кот и улыбчивый администратор. В регистратуре создается впечатление, что одна сказка перекликается с другой. Новогодние подарки под елкой и сладкие сюрпризы обычно не ассоциируются со стоматологией. Однако в сказке можно все. За созданием атмосферы волшебства сотрудники стоматологии не забыли о главном предназначении клиники. Стоматология стремительно растет и развивается. Появляются новые методы лечения, новые технологии. Мы всегда активно следим за всеми новинками и регулярно повышаем квалификацию наших врачей. Ну а качество нашей работы подтверждается красивыми улыбками и словами благодарности наших пациентов. Безопасность, безболезненность и доступность лечения. Три кита, на которых строит свою работу, стоматологическая клиника «Смайлэнд». Помимо ярких и уютных кабинетов, в центре имеется настоящее операционное. Краем глаза нам удалось увидеть, как проходит челюстно-лицевая операция. Готовятся к ней очень тщательно. Все инструменты, халаты и пеленки открываются при пациенте. А после использования отправляются в мусорную корзину. Клинике предусмотрены комфортные условия не только для пациентов, но и для самих врачей. Современное оборудование, просторные кабинеты и отдельная зона отдыха создают благоприятную рабочую обстановку в центре семейной стоматологии. Поистине семейным его делает не только атмосфера, но и гибкая система бонусов, доступная всем членам семьи. Выбирая стоматологическую клинику «Смайленд», мы прежде всего выбираем, конечно, качество работы врачей-стоматологов. Выбираем самые передовые технологии, выбираем европейское качество оборудования и материалов. Многим своим друзьям и знакомым, и просто людям я хочу порекомендовать стоматологическую клинику «Смайленд». Приходите сюда за красивой, здоровой улыбкой. Широкий спектр услуг клиники «Смайленд» не разочарует даже самых взыскательных клиентов. Узнать подробности о стоимости лечения и записаться на прием можно на сайте стоматологии. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика.